добрый день дорогие друзья все меня спрашивают как же заварить чай из тех трав которые я вам рекомендую я еще раз напоминаю что я занимаюсь биотическими чаями то есть вот не теми чаями лечебными которые в основном в интернете выставлены и там всякие дозы выставлены этих чаев и какие значит нужно количество той или иной травы чтобы этот чай получить а немножечко другой системы эта система она доказана давным-давно и прежде всего ею пользовался метрополит Серафим Чичагов поскольку он вот такую форму пропагандировал что не надо давать вещества столько сколько нужно организму чтобы организм не привыкал не подсаживался на это вещество а нужно дать вещества столько чтобы организм захотел его еще иметь в принципе то у нас у всех есть в организме те вещества которые мы пытаемся получить а если недостаточно то мы их можем получать и из других продуктов или даже из этих же но только если есть у организма желание их получать и это как раз выработало ту форму отношений с веществами которые у нас существует и они в общем-то разделяются достаточно просто то есть есть терапевтическая доза то есть как раз та доза которой нужно для того чтобы сделать какое-то действие та доза которая должна быть в организме а ее нет есть гомеопатическая доза где доза настолько мало что только ее сигнал вызывает в человеке либо обратное действие если это яды и он пытается сопротивляться таким образом вылечивается либо действие те которые вызвал вот этот вещество на организм именно очень малой дозой но есть еще биотическая доза то есть та доза которая и недостаточно как терапевтическая и не такая маленькая как гомеопатическая и я то вот проповедую вам все время такую дозу и когда меня спрашивают там в интернете а сколько же нужно чайную ложку полторы ложки там или еще сколько насколько хоть хватит ваших 200 грамм присланных иван чая там или 200 грамм ольхи и отвечает а я очень просто что вы попытайтесь вот в этой биотической дозе удержать свое потребление а не поддастся вот этому заражению что ой мы все пытаемся значит чаи большие иметь всякие вкусные чтобы прямо во рту было все насыщено на самом деле этого не требуется и именно у чичагова получалось то что вот он такими дозами вещества предоставлял людям но предоставлял те вещества смола и эти которые на деревьях в основном а я с вами говорю о травяных этих же веществах но травяные на самом деле еще более опасно если их воспринимать в дозах больших терапевтических или в питательных как уж не знаю и поэтому те кто вот привык просто пить чай какой-то и думают что из лечебной травы нужно такой же часть сделать они сильно ошибаются я вам давайте вот конкретно покажу как я завариваю этот биотический чай и и который вы должны точно так же как я потреблять если получили траву от меня или пытаетесь этой же системой что-то на себя воздействовать итак я в общем то говорил а теперь просто показываю что любые значит действия с собой нужно начинать с мониторинга в принципе сейчас есть хорошая система мониторинга там всякие эти часы какие-то аппараты вот такие серьезные но самый минимальный мониторинг который вам нужен это с утра поверить давление вот перед тем как заварить заварить чай вот я нажимаю кнопочку и смотрю какое будет у меня давление потому что имя от давление зависит какой вы дальше будете заваривать чай и каждый день это может быть разные давления и поэтому будет немножечко разный чай при этом надо учесть что возрастные вот категории людей они нормальным считают разные давления не такое как у молодежи или у кого-то значит ну у молодых то есть с возрастом у нас меняется давление не получилось у меня измерить сейчас я еще раз нажму потому что разговариваю наверное и поэтому вы должны знать свое вот возрастное давление которое у вас нормально если у меня в молодости было там 100 на 70 нормально или 110 на 70 нормально то извините в моем возрасте 63 года нормально 146 на 90 и поэтому когда я его вижу на экранчике я например радуюсь что да вроде у меня по возрасту как положено нормальное давление сейчас мы посмотрим какое давление у меня сейчас 150 на 108 ну в общем то это тоже нормально потому что во первых я разговариваю его и нижнее давление немножко увеличила 108 это великого для меня то есть 90 должно было быть но я на всякий случай для того чтобы уж иметь какое-то среднее перевериваю другую руку потому что та рука могла быть напряжена когда я чего-то делал он там чайник заваривал или еще она поработала она неудобно сидела потом я два раза на ней пытался измерить давление поэтому естественно там был бросок как в принципе и сейчас я такого же броска могу ожидать потому что разговаривает с вами опять неправильно зажал вот манжет рука еще большая мышца тут большая я занимался спортом в молодости всегда и поэтому так имею еще некую такую мышцу массу но сейчас некоторые вы видите пополнение потому что у меня как у всех мужчин в этом возрасте обычный мужской климакс то есть я его ощущаю я понимаю я стараюсь с ним в определенной степени бороться но это нормальное явление которое нужно пережить пережить то есть и воздействует на него и это буквально вот год-полтора обычно он идет 3-4-5 лет может вот такое состояние происходить ну вот сейчас покажет нам на этой руке и она в точности такой же как и на той руке то есть ничего практически не изменилось и в общем то это меня устраивает но все таки вот эта цифра 154 и 110 она кое о чем говорит и в общем то я не хотел бы ее иметь и это как раз сейчас повлияет на то какой чай я заварю и так первое что я хочу в этом иметь чай это конечно всегда иван чай в данном случае если бы я заваривал один иван чай о маленечко вот такой энергию дающие возбуждающий но у меня давление немножечко повышенные поэтому я не буду много брать иван чая а много это как вот я вам говорю вот возьмите щепоти щепоти вот щепоти это доза вот нормальные которые и нужно в общем то потреблять но если я хочу много много то я беру две щепоти и кладу две щепоти мне сейчас много не надо поэтому я оставляю одну щепоти которые в общем то мне и достаточно дальше я хочу побороться как я вам рассказывал с мужским климаксом побороться с жесткими сосудами и поэтому я беру ольху все говорят сколько нужно ольхи я сказал когда собирал ее что вам нужно пять штук в день потреблять то есть ну вот столько вот пять штук на самом деле можно гораздо меньше я лично потребляю ну я это потребляю сейчас почти пять но вот сейчас поскольку у меня давление чуть чуть повышены я опять возьму минимальную дозу то есть возьму одну шишечку если это будут сережки которые я вам весной рекомендую собирать можно две сережки взять они чуть чуть менее насыщены и эту шишечку вот так вот растрепаю чтобы она легла у нас туда в этот чай и больше отдала если вы просто шишечку кинете то вещество меньше отдастся и она в общем то не очень сильно сработает вот вот растрепал вот уже половина дозы как говорится того что мне нужно здесь есть но мы увидели повышенный давление и повышенное давление это причина почему я должен добавить таволгу таволгу таволги вот я тоже вам рассказывал вот одного вот такого соцветия достаточно чтобы снизить мне давление видите вот такое маленькое вот я кладу это соцветие тоже маленечко его разбиваю все вот в конечном итоге вся заварка которую я хотел бы иметь эту заварку я кладу в такой заварник и заливаю только что с кипевшим чаем водой только что с кипевшей опять вам говорил что воду лучше иметь чистую потому что чистая вода вот эти все вещества она заберет из этих растений в себя она между значит водяными кристаллической решеткой их захватит и тогда они с этой чистой водой пройдут в клетку я вам объяснял что для того чтобы наши клетки имели достаточное количество воды ее должно быть в день нами выпито чистой воды хорошей 250 грамм и тогда когда вы пьете чистую воду вам не хочется больше пить то есть достаточно там 250 грамм выпила и дальше не хочется если вы пьете воду грязную которая не идет в клетке вы можете и литр и значит полтора сразу выпить ну почему вот выпивается легко бутылка кока-колы там полторашка а потому что она забита сахаром и вода не воспринимается организму как питье то есть там нету совершенно никакого значит пространство для веществ и вода это не идет в клетке поэтому человек остается не наполненный водой с жаждой остается мы же с вами вот таким образом заварив чистой воде и получив все эти вещества в чистые молекулы воды которые принесут эти вещества в клетки вся остальная вода кроме 250 грамм она уйдет в транспортную функцию воды в организме система она будет кровь носить она меж мышечное пространство наполнять и все остальное клеткам нужно 250 грамм причем вот этой воды которую мы потребляем клеточной мы получаем 20 процентов из воздуха просто через легкие поэтому через питье и через еду мы получаем все остальные проценты через кожу получаем чистую воду и вот нам попытаться нужно в этой чистой воде донести эти вещества до клеточного уровня все друзья я заварил себе этот чай больше ничего не нужно но можно подержать еще несколько секунд или минут чтобы больше эти вещества разошлись но есть предложение такое что вы половину кружечки выпиваете а половина остается еще настаиваться и вы ее чуть чуть позже выпьете и поэтому у вас будет все хорошо вот и все друзья все что я вам хотел рассказать о заварке я теперь рассказал больше я не буду возвращаться к этому вопросу там почти в каждом посте спрашивают а как заваривать а как заваривать вот так заваривать и поэтому видите вот в таких дозах вам того что я присылаю я уж просто больше присылаю чтобы как то вот такая норма сейчас есть в продажах что надо 200 грамм продать 100 грамм продать этого конечно хватит на целый год вот видели сколько я взял иван чаю для заварки то есть это 1 грамм и значит и одного грамма даже нет и шишечек вот я заварю такой часть чай примерно два или три раза в день вот я могу положить две шишечки я могу положить по одной шишечке как сейчас но в целом я в течение дня выпью 5 шишечек вот вся эта заварка все спасибо за внимание я надеюсь вы поняли меня и не поддаетесь ажиотажу пей больше ешь больше таблеток и всего остального вот нужны вот такие небольшие дозы чтобы организм еще и сам работал работал все спасибо за внимание всем здоровья да забыл всем здоровья аминь и все что все все и все все